Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня я вам покажу, как идеально закончить свой день. Что поесть, за сколько по времени до того, как вы отойдете ко сну. И покажу, вы меня уже давно просите, вечернюю растяжку на все группы мышц. По крайней мере, тот минимум, который необходимо делать всем вам, нам, и я делаю это в том числе. Не пропустите в прошлом ролике данной серии, я вам показал, как идеально начать день. Ссылочку на него оставлю в описании к видео. Последний мой прием пищи, друзья, приходится примерно где-то за 3 часа до сна. Иногда за 3,5, иногда за 2, но никогда не меньше, чем за 2 часа. Это нужно для того, чтобы гормон роста после того, как вы заснете, максимально выбросился в кровь. Если у вас в животе будет пища, если вы покушаете перед сном, ни о каком гормоне роста не идет речи. Естественно, не идет речи о восстановлении полноценном, не идет речи о жиросжигании и не идет речи о наборе мышечной массы. Да, если вам какой-то инструктор говорит, что вам нужно жрать на ночь, это чудо. Кушают на ночь только те, кто ставит себе гормон роста перед сном, кто использует большие дозы фармакологических препаратов. Вы же, тот, кто смотрит этот канал, я уверен, большинство тренируетесь в натураху. Поэтому никакой еды за 2 часа до сна. Мой ужин сегодня это свежая брокколи, помидоры, немножечко риса, красная рыба и комплекс витаминов, комплекс для предстательной железы, блокатор миостатина и стимуляции выброса тестостерона, а также отдельно еще витамин В. Потом где-то минут через 30-40 мы с женой идем на прогулку. Где-то это занимает у нас 30-40 минут, в зависимости от настроения, в зависимости от того, каким темпом мы передвигаемся. Это очень хорошо сказывается на поясничном отделе позвоночника, это очень хорошо в принципе для его здоровья, это хорошо и для жиросжигания, и просто для того, чтобы хорошо отдохнуть, поспать ночью. Вы подышите кислородом, вам захочется спать. Ну и давайте, друзья, непосредственно посмотрим на тот комплекс упражнений, который я делаю перед сном. Именно как растяжку, как снятие крепатуры с мышц, на все группы мышц я это делаю, для того, чтобы мышцы от нагрузки не укорачивались и потом не получили травмы. Не забывайте, что основная масса современных медиков, спортивных медиков, сходится на том, что лучшее время для хорошей полноценной растяжки, это где-то 11-12 часов после пробуждения. Как раз это приходится на время перед сном. И что самое главное, вы действительно почувствуете усталость после этого, вы захотите спать, сон будет лучше, и мышцы будут лучше восстанавливаться. Начинаю я всегда со своей гимнастики. Для того, чтобы снять компрессию с поясничного отдела позвоночника, растянуть межпозвоночные диски, и чтобы спина себя чувствовала в более комфортном состоянии. Обычно я делаю такие простые повороты. У кого болит спина, рекомендую найти мою гимнастику, где я показываю полный цикл и выполнять именно полный цикл. Когда боли потихонечку проходят, можно делать и такие движения, которые вы видите сейчас на экране. Затем немножечко усложняю. Я вам показываю все быстро, но на самом деле каждую позицию я стараюсь удерживать от 20 до 40 секунд. В зависимости от настроения. Затем нужно потянуться. Затем привести колени к груди. И опять потянуться. Представляете, что вы делаете вытяжку. Вас тянут за руки вверх и за стопы вниз. Не кладя руки и пятки на пол. Затем поочередно каждое колено притягиваете к груди. И снова растягиваемся. Встаем и приступаем уже к растяжке всех мышечных групп. Напомню, что я покажу более в ускоренном все, но вы делаете медленно. Старайтесь удерживать каждую позицию где-то по 20-40 секунд. В зависимости от того, насколько тяжелой была у вас тренировка. Но дольше 40 секунд тоже не стоит удерживать растягивающие позиции. Запомните, именно вечером необходимо растягиваться, чтобы не получать никаких травм. Вечерком все нужно делать плавно. На это вот мы растягиваем трицепс в каждую сторону, естественно. И по нескольку раз можно это делать. По 2-3 захода, подхода для каждой мышечной группы. Обращайте внимание на плавность движений. Таким образом растягиваются дельты. Также необходимо делать растяжку, конечно, и грудных, и бицепса. Что мы сделаем чуть попозже. Это тоже на дельту упражнения. Старайтесь, в принципе, делать общеизвестные, общедоступные легкие упражнения. Но чтобы были задействованы все группы мышц. Таким образом я растягиваю голень, голеностоп. Для каждой ноги, естественно, отдельно. Пятка задней отставленной ноги должна быть на полу. Также необходимо потянуть бицепс бедра. Делается это следующим образом. Для каждой ноги, естественно. Не забываем. Удерживая по 20-40 секунд каждую позицию. И не забудем про квадрицепс. Лучше всего потянуть сначала, потом отпустить. И еще раз потянуть подальше, задержав тоже где-то на 40 секунд максимум. Но и не меньше 20 секунд. Нужно держать каждую позицию. Это очень-очень важный момент. Не забываем, что у нас есть еще и широчайшие мышцы спины, которые тоже нужно хорошенько потянуть. Спина один из самых крупных мышечных комплексов. Поэтому вы должны очень хорошо чувствовать, как она растягивается. В принципе, широчайшие мышцы спины у меня при подобном движении очень хорошо чувствуются. И я как раз-таки могу контролировать, восстановились они после нагрузки, не восстановились. Но каждый раз я чувствую нагрузку у них, когда выполняю подобные движения. Таким образом мы растягиваем грудные и бицепсы. Максимально часто стараюсь делать наклончики и расслабляться в этом положении. Тянемся вверх. Представляем, что нас за руки поднимают. И после всего этого я частенько люблю поваляться в горячей ванне джакузи. Включаю пузырьки такие. Стараюсь расслабиться. Мысленно прокручиваю день, который прожил. И строю планы, примерные планы на следующий день. Для меня очень важно, как и для вас, в принципе, тоже, чтобы ваши мышцы всегда были в тонусе, были функциональными, незакрепощенными. А для меня, потому что я помимо тренажерного зала играю еще и в хоккей. Вы знаете, здесь в Америке. Не просто в хоккей, а вратарем. Мне необходимо постоянно резко двигаться в разных направлениях, садиться в шпагаты. И если вдруг какая-то мышца будет закрепощена, то сразу же может произойти микроразрыв, а то и более серьезная травма. Поэтому, друзья, я очень много времени уделяю растяжке. И советую это вам. Не игнорируйте этот момент. Это ваше здоровье. Друзья, надеюсь, вам понравился данный ролик. Обязательно оставляйте комментарии, что понравилось. Ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. И тоже пишите в комментариях, что не понравилось. Это помогает мне видеть свои ошибки, понимать, что вам нравится, что вам не нравится. Все-таки я делаю свои ролики и делюсь своим опытом, в первую очередь, для вас. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Внимание! Скоро на канале выйдет отличнейший плейлист для девочек. Вы получите план периодизации тренинга, где каждая тренировка будет показана. Я снимаю сейчас целое огромное количество видеоматериала с салой на каждую тренировку по принципу периодизации, которую я вас учу, сам практикую и все мои ученики. Не забывайте, что существует три типа мышечного волокна. Гликолитическое, окислительное и промежуточное. Каждый из вида волокон требует своей определенной методики в тренинге. На силу, на массу, на выносливость. И не забывайте, что на рельеф можно только питаться. Сами тренировки не меняются, что показывают лучшие атлеты в нашем виде спорта и в других. И если вам кто-то говорит, что это тренировка жиросжигающая, а это нет, то вас просто вводят в заблуждение, либо хотят развести на бабки. Или, что чаще всего человек просто сам безграмотный и не понимает, что к чему в нашем движении. И, как вы понимаете, у такого человека нет смысла чему-то учиться. Разве что глупости. Или как делать не нужно. Всегда думайте головой, друзья, перед тем, как сделать какой-либо шаг. Оставайтесь на канале. Помогайте мне делать его лучше. И мы с вами обязательно увидимся в следующих видеороликах и в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, не упустите возможность всего за 8 долларов купить мою книгу о бодибилдинге. Которая называется «Ступени натурального бодибилдинга» или «Факфикнес». Набирайте гугли в поисковике и выйдут ссылки, где вы можете ее заказать. Книга будет очень полезна для начинающих атлетов, для атлетов среднего уровня. Особенно будет полезна для инструкторов, тренеров, персональных тренеров. Книжка отличается совершенно иным подходом и никак не пересекающаяся с общепринятыми методами тренировок современного бодибилдинга. В любом случае, согласны вы будете с ней или нет, очень будет полезно вам ознакомиться. Кто прочитал уже эту книгу, прошу вас оставить комментарий, что понравилось, что не понравилось, с чем вы согласны, а с чем категорически не согласны. Давайте двигаться вместе, развиваться вместе и двигать в массы правильные идеи, правильные теории и, соответственно, рабочую практику. Так как практика это наше все. Теория без практики, друзья, это гниющий труд. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше. Чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волок. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Сухой мышечной массой и силой без травм. Сухой мышечной массой и силой без травм.